Ну, поскольку у нас тема конференции так или иначе заканчивается на дополнительное образование, то я когда Паша отправлял тему, говорю, вот управление компетенциями в корпоративном обучении, если хочешь, замени на доп. образование. Он, естественно, заменил, но я все-таки оставил контекст. Ну, поскольку корпоративное обучение, оно так или иначе дополнительное, вот, и я, поскольку занимаюсь именно корпоративным обучением, как бы изнутри корпоративного обучения, то у меня есть свое видение, и с точки зрения потребителя, это непосредственно управленца, который занимается управлением компанией, да, и управлением компетенциями внутри компании. С точки зрения учебного центра, то есть как этим учебным центром все-таки выживать. И с точки зрения самого специалиста, которого мы вот из этой схемы явным образом его туда не включили, ну, вот, разве что вот у Оксаны я услышал управление вот своей компетенцией, понимание, чего тебе там надо и для своей карьеры и так далее. То есть вот об этом хочу поговорить, но для начала достаточно занудно пройдусь по своему заголовку. То есть что я понимаю под управлением? Это совокупность процессов, обеспечивающих поддержание системы в заданном состоянии, и перевод его в новое состояние, более, так сказать, хорошее, прежде чем то, которое было раньше. Если мы говорим про бизнес, то в бизнесе, в отличие от любой такой неэкологичной системы, в которой деньги берутся откуда-то из неиссякаемого источника, и совершенно невозможно применять какие-то методы рыночные для понимания ее функционирования, в бизнесе, если ты делаешь что-то неполезное, то ты долго не живешь. То есть у тебя основная аллегория, бизнес, это вот такой станок по производству пользы, система по производству пользы. Соответственно, наши сотрудники, те, которые производят пользу, это наши производственные силы, да? И, к сожалению, у многих руководителей вот такого отношения к ним нет. Ну, по компетенции тоже в классике, так сказать, это представлю. То есть компетенция – это возможности, компетентность – это поведение. Ну, я не буду сейчас вдаваться в какие-то теоретические вещи, но для понимания. Вот когда-то я думал, работая в такой сфере, которая состояла из множества компаний, можно сказать, малых, в составе которых было до 50 человек, у них была примерно одна сфера деятельности, они оказывали услуги, и они были объединены в такой неформальный холдинг. И эти компании, они слишком малы были сами по себе для того, чтобы самостоятельно решить проблему управления компетенцией. То есть это решалось на уровне руководителей, ну, отделов, ну, то есть на уровне линейного менеджмента, в рамках того, как они это себе видели. Руководители очень редко осознавали, что это тот ресурс, которым надо управлять. Вот здесь я просто попытался представить интересы сторон внутри. То есть специалист хочет, чтобы им нормально платили и признавали, что он профессионал, и имеет желание, иметь возможность поменять своего, так сказать, хозяина, то есть уйти в другую компанию, если там что-то ему не нравится. И, соответственно, это признание профессионализма должно как-то на рынке чем-то подтверждаться. Руководитель, который хочет, или собственник, да, он хочет получать достаточно хороший доход от своего бизнеса, иметь команду хорошую, невысокую себестоимость, чтобы был хороший доход, и, естественно, минимальные риски при этом. Ну и клиент, который хочет хороший сервис и, опять-таки, минимальные риски. Ну, почему здесь про риски? Я работал в компании, которая занималась таможенным оформлением. Это довольно рискованная деятельность, если кто-то понимает, что. Вот частая реакция руководителя, который долго-долго длинно продавал, и ему там кто-то снизу говорит, «А, ну никак, мы не могем это сделать, или мы это не сделали, почему?» Ну вот примерно поэтому, да? То есть там забыли, некому не успели, не знаем, не умеем. Что они на самом деле себе думают? Если специалисту недостаточно платят, а что ему платить больше, если он из-за этих денег работает? Не просил вроде бы. Если его там регулярно не учат, если у него нет профессионального какого-то общения, он начинает деградировать. Ну вот в области, допустим, того же таможенного оформления, человек, который три года сидит, оформляет помидоры турецкие, вот ему уже дашь какие-нибудь египетские огурцы, и у него уже это будет сложность, потому что в той части он уже голову не включал. И он постепенно деградирует как специалист. Естественно, если компания не развивается, то уменьшается количество клиентов, руководитель начинает думать, как уменьшить расходы и так далее. Ну и сервис клиенту тоже такой не нравится. Что им на самом деле нужно, если так эту систему пытаться сделать более экологичной? Сейчас объясню, почему это все связано с компетенциями. То есть сам специалист, он должен иметь возможность как-то расти над собой. Расти над собой и для перспективы, чтобы у него была большая зарплата, чтобы он мог эту работу поменять. Если он видит, что он служит матросом на тонущем корабле, ему надо как-то иметь возможность куда-то перескочить на какой-то другой корабль, или может быть даже в другую сферу. Ему нужно иметь возможность общаться с такими же профессионалами, когда речь идет о закрытой сфере услуг, где есть много конфиденса там внутри. Это тоже довольно сложная история. Ну и руководителю нужно повысить качество мотивированных сотрудников. И самое главное, многим надо как-то обосновывать, если я от тебя поднимаю зарплату, то почему. Самый простой способ, ты приносишь мне больше всего денег, но это очень сложно оценить, потому что когда производятся те же услуги, это своего рода такой внутренний конвейер, может быть, с передачей клиента по этапам, и кто принес эти деньги, вот из этих вот 10 специалистов, вопрос достаточно сложный. Поэтому вот эти справедливые системы мотивации – это довольно большая проблема. Паша, теперь он не переключает. Это волшебство. О. Да, я переключу. Ну, это подвести, так сказать, итоги по потребности бизнеса. То есть ему нужна управляемость, способность сделать что-то новое. То есть это с учетом того, что все быстро меняется, компания должна как-то адаптироваться к потребностям и что-то создавать постоянно. Для этого нужны компетентные сотрудники и кадровый резерв. Кадровый резерв нужен для того, чтобы либо расширяться, либо как-то заменять сотрудников, которые по разным причинам ушли. Ну и чего не хватает многим компаниям, и это является, на мой взгляд, тоже такой компетентностной базой, это сохранение интеллектуального капитала. Ну вот в услугах приведу пример. Ну, предположим, опять-таки, извините за отрасль, вы все время оформляли груз, который приходил морем, и тут он пришел на машине. Там другая схема операций таможенных, надо проделать какие-то другие вещи, поехать в другое место. Есть специфика. Первый раз это надо пробить головой просто. Если эту специфику не записал в какой-то текст, ну то есть не сделал какую-то схему, то в следующий раз, когда тот человек уйдет в отпуск, там уволится или еще что-то, следующее будет это пробивать головой заново. То есть вот этот интеллектуальный капитал, наработки, они должны накапливаться и, соответственно, как-то структурно быть доступны. Если мы оцениваем специалиста нашего, то у него есть набор определенных вот этих компетенций. То есть компетенции, непосредственно связанные с его профессиональной деятельностью, то есть знание там, допустим, особенностей законодательства и владение информационными технологиями, без чего он не может... То есть тех РД, без которых он, в принципе, не может работать, да? Это определенные личностные качества, которые нужны, я сейчас до них дойду. И в любой сфере, особенно, допустим, в той же логистике, ну, может, вы не в курсе, как бы, но сейчас любой проект доставки импортного товара это спецоперация практически. Извините за это слово, но каждая новая поставка, она наталкивается на очередной пакет и формируется новый маршрут какой-то. И все это по каким-то таким очень сложным путям и деньгам и абсолютно непредсказуемо. То, что раньше планировалось на год вперед, сейчас делается по факту. Поэтому контакты и связи – это очень важно. И очень важна репутация. То есть в данном случае, несмотря на то, что это как бы специалист, но он такой, как универсальный солдат или такой эксперт отрасли. Вот именно в этой отрасли, про которую я говорю, там очень важна личная профессиональная репутация. То есть она как бы выходит за пределы компании. По вынужденным причинам, потому что, во-первых, ты контактируешь с клиентом напрямую, а во-вторых, ты контактируешь с подрядчиками напрямую. И подрядчики, особенно которые постоплату делают, они тебе уже как-то доверять должны. Вот это я когда-то считал, ну лет 10 назад считал, сколько стоит замена сотрудника вот в этой отрасли. Я просто сейчас немножко пересчитал на текущие зарплаты, чтобы это было понятно. Здесь, конечно, можно сокращать отдельные пункты, но для любого руководителя, который вынужден одного человека уволить, другого нанять, всегда является открытием, что это стоит денег, которые он не оценивает обычно. То есть они как-то размазаны, либо большая часть – это недополученная выгода, которая, опять-таки, тоже не оценивается. Ну здесь вот я просто исходил из того, какая у него норма выработки. Это что ж такое? Какая норма выработки? То есть я подошел к нашему экономисту, спросил. То есть он примерно должен в три раза больше зарабатывать для компании, чем получает, ну и так далее. Ну здесь вот много денег выделено на подготовку, на получение там. Раньше этот специалист должен был получать сертификат. И даже если вычеркивать отдельные пункты, все равно это будет довольно большая сумма за счет частично неполной включенности, если у вас нет нормальной системы адаптации входа от человека. Александр, чуть по… Сейчас, обращаюсь. Потребность учебного центра, любого, в принципе, это я для ВУЗа писал, но для того, чтобы вы учили не в принципе какой-то абстракции, а чему-то конкретному, вам надо это конкретное получать с земли. И вот еще почему ВУЗам очень тяжело работать с ДПО, именно высшей, ну высшей части. Делать адаптивный курс, потому что там инерция по изменению программы, она очень большая. Ну, это решение. Мы, в принципе, делали на гиперметоде решение, я в частности для таможенной академии делал решение по виртуальной практике. И смысл ее заключался в том, что, в принципе, любая деятельность сейчас в офисе, за компьютером, она может моделироваться абсолютно в любом пространстве, и ты можешь провести эту практику, не собирая людей где-то на каком-то заводе или в конкретном учреждении. И вторая история – это площадка профрезерва. То, что не удалось пока реализовать, но, как я сказал, в этой отрасли, в которой по стране насчитывается максимум 20 тысяч специалистов, которые должны иметь свою репутацию, явно не хватает подтверждения этой репутации, и какой-то проверенной базы, как базы фрилансеров, или там Туду, могу делать вот это. Ну, что-то типа такого букинга для специалистов узкой отрасли. И еще коротко, буквально в начале мы говорили о компетенции и компетентности, и в способность человека выполнять какую-то конкретную деятельность входят его личностные качества, какие-то характеристики. Вот это вот не просто так какой-то набор. Я проводил две конференции с участниками этого рынка, где они в порядке мозгового штурма выявили вот такие 15 компетенций для специалиста этой отрасли. Из них вот четыре, они как бы базовые. Вот. И там уже понимают, что это важная история. И еще раз мне радостно было с Дмитрием Львовичем участвовать в проекте по оценке личностных характеристик. Я наконец увидел, что можно сделать инструмент по оценке личностных характеристик. Поэтому для этого у меня к этому отношению как к такому шаманскому какому-то обычаю было. То есть, ну как оценить там, не знаю, лояльность человека. Или еще там какие-то вещи. Внимательную, невнимательную. Ну еще как-то можно оценить. А это на перспективу. Тут я благодарен Паше, что он иногда зовет на конференции. Есть возможность почитать какие-нибудь умные книжки. Из того, что вообще надо делать в длинной стратегии, если применять вот эту, использовать эту гипотезу вот этого Джона Равена, что каждый может стать компетентным, если он поймет, где он должен быть компетентным, то, соответственно, нам в перспективе для того, чтобы все мы были компетентными, на самом раннем этапе не хватает именно профориентации, которая нас направляла бы. Ну либо хотя бы в процессе нашей профессиональной деятельности. Если бы были вот эти вот методы маршрутизации и адаптивного обучения, то, наверное, это как-то решало бы проблемы управления компетенцией. Ну, в заключение еще раз хочу сказать, что здесь три игрока в управлении компетенциями. То есть это непосредственно бизнесмен, руководитель любого среднего звена, который управляет эффективностью своей команды. Это учебное заведение, которое пытается эту компетенцию создать по тому заказу, который ему дает этот бизнес. И непосредственно сам специалист, который должен тоже контролировать, а не быть там просто неким вместилищем. И последняя фраза. Очень часто наш бизнес путает обучение с управленческим проектированием. То есть когда они заказывают тебе какой-то курс, ну, например, там, не знаю, заполнение технической документации на стройке. Мы говорим, что окей, мы курс вам сделаем, ну, дайте нам эксперта. Да, минуточку. Это вы должны быть эксперты и нам рассказать, как нам надо заполнять техническую документацию. или там, как нам построить свою деятельность. То есть они думают, что это задача учебного заведения. И очень удивляются, что на рынке нет таких курсов. Ну как же, у меня возникла вчера потребность, вот поэтому здесь делать, как заполнить вот этот журнал. А почему никто такой курс не придумал до сих пор? Ну, как-то так. Спасибо большое. Давайте один вопрос, если он есть у кого-то. Да, пожалуйста. Так. У нас есть специальный микрофон. Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Евгения Сухорукова. Вы упоминали об оценке компетенций, в частности о том, что можно оценить лояльность. Очень интересно, какие инструменты используются для оценки лояльности сотрудников? Я не специалист в области психологических оценок, но вот мы когда решали проблему для одного крупного учебного центра, областного, там было применено три теста классических, какой там КЕТО, СПИ и ММИЛ. И вот из этой компоновки можно вытащить, в принципе, ну, вот эту, любую оценку. Хотя есть и тесты, которые могут вытаскивать эту оценку, ну, можно одним КЕТО вам смотреть, да, но чтобы сделать это более точно, вот, а можно там дальше еще ковыряться еще какими-то инструментами, но это ближе к психологам. Нас интересовало, можно ли это сделать на базе ЛМС, ну, теми средствами, которые есть, с выдачей вот этих красивых каких-то диаграмм. А казалось, что можно. Казалось, что можно, да. Спасибо.